Сегодня три человека, взлетевшие на новые высоты, в этом сезоне поделятся своими историями. Джеймс Карден ухватился за возможность стать лицом франшизы. Рассел Весбрук героически пронёс команду через все невзгоды на своих плечах. Парень, у меня таких даже нет. Да, ещё не скоро появятся. И Стеф Карри, убийца с лицом ребёнка, возможно, стал сегодня самым интересным игроком в лиге. Когда мы с тобой уже сыграем? Я тебя не боюсь. Всё это прямо сейчас на авиасаспорт. Привет всем и добро пожаловать на свежий выпуск «Один на один». Ныне в NBA только и разговоров, что об MVP сезона 14-15. Надо отметить, что не менее половины ярчайших звёзд лиги могут претендовать на этот титул. Джеймс Карден намерен привести это звание в Хьюстер. В этом году у него самые высокие показатели в карьере по очкам, подборам, передачам и забитым трёшкам, что делает его одной из самых грозных наступательных сил в NBA. Ты можешь забраться слить хаммера в любом случае, как хочешь! Рокет привезёт это, 42 секунд left. Харден, с степаном! Оооооо, да, стири его! Он был эффект! 50 пунктов! Он был эффект! Он лучший! Он лучший! Я общался со многими людьми в лиге и вокруг неё. Много читал, и все сходятся в одном. Вы лучший второй номер в лиге. Как ощущения от этого? Что я могу сказать? Это великолепное достижение. Знаете, путь, который я прошёл, и та работа, которую я проделал, чтобы быть здесь, действительно делает подобное признание особенным. Но теперь этот уровень нужно сохранить. Хочется сохранить статус большого игрока на много лет вперёд. Вы считаете, что вы в расцвете? Да, да, конечно. Хороший способ показать себя, не так ли? То есть начинать как один из многих ярких цветков, а в итоге раскрыться и заставить свести всё вокруг. И в нужное время, знаете, 6 лет уже прошло со старта. Thunder помогли мне во многом. Выход со скамейки позволил мне примириться с собой, взглянуть на игру с другой точки зрения. И последние три года в Хьюстоне были просто великолепны. Я думаю, что пришло время вылезти из своей раковины, а затем ещё и расправить крылья. Расскажите, как вы развиваете свой дримминг? Ведь мы видим, как глупо выглядят люди, которые пытаются вам противостоять. Вы всегда этим занимались? Но нет, в хай-скуу я вообще не особо любил работать с мячом, всё больше в зале напрягался. А в NBA, вы знаете, мне кажется, мой дримминг просто это истинное представление о том, как я могу контролировать мяч. Но вы всегда умели поражать кольцо? Да, причём похитрее. Многие игроки, которые вырастают звёзд, говорят, что это вроде ещё ребёнка, мне тренировал моменты, в которых остаётся 3, 2, 1 секунды и бросок. В итоге большинство из них мажут. Такие моменты, но ваша клачивость уже стала притчевой языц. Какие ваши персональные качества помогают вам в этих эпизодах? Я хочу получать мяч. В таких ситуациях отмечают Джеймс. И знаете, неважно попал я или нет, я всё равно очень люблю подобный момент. Ради любви к чему вы играете в баскетбол? Оттачивание. Оттачивание собственных навыков позволяет стать тебе великим. Знаете, есть ещё столько вещей, в которых я не велик, но я хочу быть великолепным игроком, и поэтому буду оттачивать каждый подобный нюанс, пока не стану мастером во всех аспектах игры. В карьере любого игрока бывает так, что трибуны начинают всё время скандировать MVP, MVP, потому что парень действительно самый ценный актив коллектива. Таким образом добивается легитимности твоей значимости для команды. Что чувствуете в подобных эпизодах? Это по-прежнему сводит меня с ума. Знаете, первый раз, когда я услышал это, я даже не понял, это они меня кричат? Серьёзно? Это невероятный опыт. Невероятный опыт, необыкновенные ощущения, как будто бы ты только что оседлал самую большую волну в мире. Но вообще я наслаждаюсь и взлётами, и падениями, и хорошим, и плохим. В плей-офф все выходят на новый уровень. Вы чувствуете свой новый уровень? Безусловно. Я очень хочу вернуться в финал. Это же настоящее сумасшествие. До последних два года с Кивстоном мы останавливались в первом раунде. Пройти этот раунд — новая дополнительная мотивация для меня, которая влечёт и новый уровень. Я сделаю всё, чтобы поддержать партнёров по команде и вывести всю команду на новый уровень. Не знаете, если для того, чтобы победила команда, нужно будет чем-то пожертвовать, я, конечно, не задумываясь пожертвовать Энди. Всего за пару недель Джеймс Харден стал первым игроком в истории франшизы «Рокет», сделавшим два 50-очковых матча за один сезон. Бывший партнёр Хардена по команде Рассел Весбруг в этом году также активно переписывал книги рекордов. После паузы будем общаться с супервзрывным разыгрывающим ОКС. Добро пожаловать назад. Если бы титул MVP вручался прямо сейчас и вручался бы исключительно на основе статистики цифр, то Рассел Весбруг точно был бы одним из фаворитов, учитывая его показатели этого сезона. Однако величие не всегда можно измерить. Иногда величие — это преодоление невзгод. Это сила воли, это значит тащить команду на себе. Ты начал сезон вне состава. Форстировал ли ты восстановление в связи с травмой Кевина Дюранта? На старте сезона я просто старался найти оптимальные способы того, чтобы выйти на соревновательный уровень, уровень НБА. И, конечно, с моей травмой и травмой Кевина наша атака и еще много разных вещей поменялись. Ну вот, вторая травма Кевина, и ты начинаешь делать те вещи, которые до тебя покорялись только Майклу и Оскару Робертсону. Ну, я просто пытался держать нас на плаву. Вообще, моя работа здесь состоит в том, чтобы стать лидером этой группы парней, завоевать их доверие и вселить в них уверенность. Олстаргейм. Ага. Ребята, к тому моменту был отличный сезон, но Олстар послужил как будто бы трибуной для заявления в адрес баскетбольного мира для тебя. Я был там, я дышал этим, я невероятно волновался. Ведь это Нью-Йорк все-таки. Когда ты попадаешь на матч всех звезд, ты не должен воспринимать это как должное. Ведь это просто не всегда и не всем дано. Поэтому я, в принципе, не сторонник того, чтобы какие-то игры, тем более матчи всех звезд воспринимать как-то, что самой собой разумеется, когда я в них выхожу на паркет. Люди говорят, что в этом году ты выходишь на паркет более злым, яростным. Это так? Это единственный приемлемый для меня способ игры. Расти над собой, дать все, что могу. Каждый раз, когда я выхожу на площадку, моя главная задача — давить на оборону соперника, держать игру в напряжении, что здорово для нашей команды. Так много раз мы видели невероятную игру от тебя, игру, которая сама заставляет подниматься угол кирта. Кажется, то, что ты сейчас делаешь, невероятно. Я зову кого-нибудь из соседней комнаты посмотреть на то, что ты сотворил, а когда он приходит, ты творишь еще более феноменальные вещи. Что действительно импонирует в той игре — это то, что ты и наслаждаешься. Видно, что ты чувствуешь себя как рыба в воде и отлично проводишь время. Когда я в игре, иногда я могу казаться злым, заведенным, бывают не очень хорошие дни, но даже из таких моментов я стараюсь извлекать удовольствие. Большим удовольствием является сама возможность каждый вечер заниматься любимым делом, конкурировать на высоком уровне, расти над собой. А вспомнить историю с тем, как тебе прилетело в лицо. Перелом, ты на паркете. Мы думали, что это тебя затормозит, что ты начнешь балансировать на грани между собственным здоровьем и самоотверженной игрой. Но нет, ничего. Тут же еще один трипл-даун. Как только я вернулся на паркет, я сказал сам себе, что я всего себя оставлю на площадке, лишь бы только удержать команду на плаву. То, как ты играешь, заставляет говорить о том, что ты MVP. Как ощущения? Знаете, это приятно слышать, очень приятно. Всегда большая честь слышать о том, что твою кандидатуру обсуждают на пост самого полезного, ценного игрока такой лиги, как NBA. Но я не должен останавливаться на этом. Должен идти дальше, вперед, чтобы моя команда продолжала побеждать и подниматься на следующий уровень. Травма, опыт, все это было. Я думаю... Такой сезон, как ты его воспринимаешь? Травмы, опыт, действительно, набрался этого. Я думаю, для нашей команды это самый волнообразный сезон за последние пять лет. Думаю, с травмой Кевина сильно изменилось наше нападение и много других вещей. Сейчас ты раскрылся. Но думал ли ты когда-нибудь, что сумеешь добиться такого успеха на таком уровне? Никогда. Никогда. Я просто был благодарен Богу за то, что в свое время меня взяли на драфт. Собственно, я и пытался проскочить в закрывающуюся дверь и найти свой путь в жизни. Руссел Весбрук оформил десятый трипл-дабл в сезоне в день дурака, 1 апреля. Естественно, это дает ему право надеяться на титул MVP. Ведь подобного показателя добивались только Джейсон Китт, Гранд Хилл, Мэджик Джонсон и Лэри Бёрд. Никуда не уходите. Совсем скоро будем общаться мы и со Стефом Кари. Добро пожаловать назад. Если говорить об MVP и чаяниях на титул, то фанаты свой выбор сделали рекордным количеством голосов, отправив Стефа Кари на матч с их звезд. Может быть это связано с невероятным дриблингом Кари, может быть с его идеальной точностью или же с его отношением к игре. Но прямо сейчас Стеф Кари предварительно лучший шоумен в лиге. Вы, ребята, стали лучшей командой NBA с лучшим балансом в этом году. Как вам это удалось? Глубокий состав и идеальная игра от каждого. В этом красота нашей команды. На каждую игру, думаю, мы выходили максимально сфокусированными и правильно сконцентрированными задачей добыть победу, причем разными путями. Когда у команды такой невероятный сезон, в конце чемпионата уже просто хочется выйти на пик формы и показать свою лучшую игру. Думаю, мы так и сделаем. Если бы в октябре вы спросили, сколько побед будет у вас в сезоне, я думаю, большинство парней ответили, что это в районе 60. И осознавать сейчас, что у нас действительно 60 побед, это действительно приятно. Мы не особо убежали от своих собственных ожиданий, но придерживаемся своего курса и получаем удовольствие от игры. Свои ожидания в сезоне вы оправдали, но теперь от вас ждут и победы в плей-офф. Однако история вашего плей-оффа, она... Сема игра прошлого сезона, а матч с Клиперс проиграли. Я полагаю, в этом сезоне у вас будет шанс вернуть должок. Я помню прошлый год. Когда мы проиграли матч номер 7, я еще две недели не включал телевизор. Настолько тяжело это было переживать. На это смотри. Я думаю, эта серия дала нам очень много в глобальном смысле. Эти 7 матчей дали нам опыт. А еще мы прекрасно знакомы с историей и знаем, что команды с нашими показателями в чемпионате обычно делают какие-то классные и необычные вещи в плей-офф. Мы хотим подтвердить эту репутацию, репутацию, которую устроили весь этот сезон, и мы, безусловно, готовы к выполнению этой миссии. Поговорим о твоем репертуаре. Я многое делаю, когда дело касается работы с мячом. Работа с дриблингом, работа с ногами и многое другое, чтобы сделать свою игру более истинной. Все дальние выстрелы, все броски, передачи в прорыв, все флоутеры и броски из проходов, все это я тренирую просто для того, чтобы быть в деле, быть успешным в игре. Я должен быть креативным, я не могу взлетать над кольцом и искать партнеров. А еще трюковые вещи, да. Ну, двигать мяч нужно будет. Этот драйв иногда сводит Стива с ума. Да, это так. Вообще, одним из самых не запомнившихся моментов был тот, когда я перевел мяч под ногами, потом пару раз за спиной, вышел за дугу и забил треху. Мне потом показывали на этот момент, и Стив выглядел так, как будто бы он ожидал именно этого, ровно этого от меня. Но вообще говоря, если бы я не забил тот мяч, думаю, он бы взял тайм-аут и устроил бы мне разнос. Что мне, конечно, понравилось бы. Каково это? Пройти такой длинный путь, но еще и на середине этого самого пути, говорят о возможности получения титула MVP тобой. Даже в своих самых смелых мечтах я не мог себе представить борьбу за MVP в НБ. Быть в числе самых обсуждаемых кандидатов на звание это в столь солидной кампании великолепных игроков, да еще и в один из самых конкурентных годов в борьбе за звание самого ценного игрока за долгое время позволяет надеяться на успех. Однако это была бы лишь вишенка на торте из чемпионства на самом-то деле. Потому что чемпионство — главный десерт, безусловно. Как ты ощущаешь собственный успех? То есть каково это, чувствуют себя командой, которая на данном этапе должна выигрывать чемпионат или сезон выйдет неудачным по сути? Знаете, эти ощущения мне не нравятся гораздо больше, чем упаковка сумок в отпуск 15 апреля. Я справлюсь с этим давлением. Чемпионский титул для нас главная цель — это то, ради чего мы играем сейчас, ради чего трудились весь этот сезон. Такие мощные моменты, как плей-офф — это то, к чему ты готовился всю жизнь. И мне чувствую лучше, чем переживать эти самые эмоции. Стэфф Карри в своей короткой карьере уже сделал очень многое. В первые шесть сезонов по карьере Карри входит в тройку по проценту забитых трешек и штрафных. Однако он будет ждать следующего года, чтобы побить своего отца Дэлла и войти в список 40 лучших дальнобойщиков в истории НБА. Скоро вернемся. Это большая честь. Я знаю, сколько работы я вложил и сколько преданности я пожертвовал игре. И я рад, что игра ответила мне взаимностью, ведь я стараюсь сделать ей лучше. Обсуждение кандидатов на EVP, безусловно, не будет полным без упоминания Леброна Джеймса, который выиграл 4 из 6 последних титулов. Не забудем и про Криса Пола, и про Энтони Дэвиса, конечно. А теперь вашему вниманию забавные мысли, высказанные игроками во время интервьюирования. Можно говорить не только про твою игру, но и про твою рекламу. Твой стиль, это, конечно, очень интересно. Жизнь у тебя вообще идет как по массу. Не на что жаловаться. Меня благословил Господь на игру в баскетбол, которая служит платформой для продвижения своих идей, будто высокая мода или же что-то еще, что я очень люблю. Итак, ты неплохой гольфист. Да. Если бы тебе было позволено сыграть в формате форсом с тремя любыми соперниками, кого бы ты выбрал? Скорее всего, это были бы Тайгер Уудс, президент Барак Обама и Майкл Джордан. С МД мы вообще играем на одних полях, но так получилось, что ни разу не встречались. А Тайгер и Мистер Президент — великие люди, которые могут рассказать много интересных историй из своего пути к успеху. Хорошая группа. Да, мне будет очень тяжело сконцентрироваться на гольфе, слушая истории из жизни этих людей. Да нет, ты, безусловно, выше этого, хотя истории и байки вообще являются непримерной частью гольфа. Но эта четверка, наверное, самый мощный квартет, о котором я вообще когда-либо слышал. У вас когда-нибудь бывали интервью, где вас с ней спрашивали про бороду? Нет, то есть всегда спрашивают, с тех пор, как она появилась. Я честно собирался сделать интервью и не спрашивать у вас о бороде, впервые в жизни, но затем нашел несколько фотографий, не обросшие у тебя. Кто это? Кто это? Скажи мне, кто ты думаешь, это? Я не знаю, кто это. Нет, мысли вообще. Я не хочу говорить о том. Вероятно, это одна из причин того, что я нашу бороду, я просто боюсь своего вида без нее. Я просто... Мне лучше не показывать это. Я видел некоторые другие фотки, и это безумие. Хорошо, отвернитесь. Это Джеймс Ген с бороды. Вот страх-то, а. Смотрите по-другому. Да, с бородой я смотрюсь больше или мощнее. Больше, старше. Здесь вам как будто 12. Да, борода мне идет. Вот первая стадия, когда она только начала пробиваться. Следующий уровень. Это не борода, это ручка такая. Все мысли о том, чтобы выиграть чемпионат, безусловно. И другие мысли о том, что что бы ни произошло, оно придет. Это рэп. Я безусловно увижу тебя в финале. Я безусловно увижу тебя в финале. Да, чувак, спасибо. Это рэп, да? Это рэп. Впрочем, Я безусловно увижу тебя. Продолжение следует...